Мы в ведущем Мариуполе, который развивался, в котором строились дороги, строились трассы, развивались партии, развивалась металлургия. Пришла Россия, пришли освободители. А как вы относитесь к тому, что 8 лет подряд украинские войска бомбили Донецк? Не мы, но не мы же бомбили. А вы были в Донецке? Вы видели, как его бомбило? Конечно, больше 14-го года. Никто не бомбил Донецк 8 лет подряд. А я вам скажу, неделю назад, две недели назад, вот я как вы говорите, я такой, а кто там бомбит? Вот я приехал, я приехал, и там до сих пор, я вам даже скажу, я вот не местный, а тут. Да ваши же и разбомбили. Киев спираю. Кто? Наши? Ваша нахлая российская провокация. Так, скажите подробнее, мы же просто слушаем. Как на территорию ДНР могла попасть Украина, чтобы бомбить Донецк? Ну, в Мариуполе стоит, в Лавдеевке стоит, конечно. Вы сами в это верите? Ну, я в наседнюю улицу сам 20 погибших видел. В точку узбили, конечно. Вы думаете, я вам вру, что ли? Конечно, врете. Россия не умеет говорить правду. Восемь лет подряд я... Россия умеет только нагло брать и создавать провокацию. Так это нам теперь за это, да? То есть в восемь лет подряд вы решили нам отомстить таким образом. Мы ведь не хотим войны. В Донецке... Мы ведь не хотим войны. В Донецке... В Донецке... Я в 19-ом году жива на Восточном и бомбила нас, Ваша Россия. Я в Донецке не была, но у меня есть друзья, которые живут в Донецке. Они прекрасно жили, они получали двойную пенсию от Украины и России. Люди все там устроились. Кто бомбил Донецк? Никто не бомбил. А вот это вы хотите сказать? А вы слышали что-нибудь о Более Ангелов? Это погибшие дети, убитые в результате бомбежки. А наши погибшие дети, как теперь будут называться, которых вы разбомбили? Ну вы же рассказываете, что вам надо сочувствием проявить. А как вы к ним проявили? Сочувствием? Согражданам? Да, к гражданам сочувствием. Мы пришли на территорию вильную Украины. Как вы говорю, проявили сочувствие гражданам, своим братьям над ДНР. Да мы не бомбили, мы никого не бомбили. Я вам еще раз и отвечаю. Украина восемь лет не бомбила никаких мирных граждан. Это была такая же провокация, как сейчас происходит провокация с вашей стороны.